Торжественное открытие газопровода Нижеры-Щамалы, ход строительства картофелехранилища, будущие семейные фермы. Таков был сегодня рабочий график председателя кабинета министров Ивана Маторина. Он побывал в Мариинско-Посадском районе. Вместе с ним по объектам ездила и наша съемочная группа. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности у жителей одной из отдаленных деревень Марпосадского района появился газ. Сегодня состоялось торжественное открытие газопровода Нижеры-Щамалы. Мы уже в течение трех лет финансируем проекты по развитию газификации в Чувашской республике. И вот было обращение жителей данных деревень в адрес главы республики. Оно было рассмотрено, объекты включены, высокое давление в 2013 году было выполнено газовиками. Ну и сегодня с низким давлением, я надеюсь, приходит газ и уже непосредственно к жителям. Строительство подобного рода объектов удовольствие дорогостоящее. На укладку более 11 тысяч метров специальных труб ушло 13 миллионов рублей. Но государство идет на такие затраты, понимая, как важен газ на селе. За два года к населенным пунктам, где мы ждали пуск газа, сделано столько работ, что нам, жителям этих деревень, предстоит ответственно подойти к своим обязанностям и подключиться к газовым сетям, чтобы газ и вложенные деньги не были потрачены пустую. Николай и Елена Николаевы первые подсоединили свой дом к газу. Мы уже можем пользоваться газом. Мы очень рады, конечно. Без газа, конечно, плохо, потому что завозной газ, он кончается, его надо ждать каждый раз, заказывать надо. От газа к картофелю республика выращивает много второго хлеба. И его сохранение вопрос насущный. Иван Моторин посмотрел, как строится картофель-хранилище в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. В следующем году тоже тема эта будет приоритетна, она будет поддерживаться. И самое главное, есть интерес у сельхозпроизводителей. Очень активно во всех районах, в принципе, за тему ухватили. Будет хранилище, будет семенной картофель, будет другим предприятием семена. В ситуации, когда в Россию перестали завозить ряд продовольственных товаров, инициатива местных товаропроизводителей особенно важна. Наталья Кутузова решила на территории старого совхоза «Звезда» построить семейную ферму. Пока вот строим маленькую ферму, на нее вся наша надежда, чтобы поднять весь остальной комплекс. У нас не так много производителей, которые работают чисто по мясному направлению. То есть вы оценили, да, что вы сможете? Да, да, посмотрели. Земли сколько? Ну, пока у нас тут 12 гектаров. Да, это понятно. Это понятно, я имею в виду, под стадо-то земля, наверное, нужна, нет? Под стадо будем, наверное, этот в аренду брать постепенно. Постепенно, с кокоза, да. Правительство всегда должно поддерживать подобные идеи, считает премьер-министр. Только тогда можно всерьез говорить о развитии малого и среднего бизнеса на селе. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.